Я требую освободить Алексея Навального из-под незаконного ареста. Я требую возбудить уголовное дело против тех людей, которые пытались убить Алексея Навального в 2020 году. То, что происходит сегодня вокруг Алексея Навального, незаконно и ужасно. Я часто слышу, подумая о своих детях. Я именно о них и думаю. И я не хочу, чтобы они жили в стране, где за инакомыслие человека можно убить, а если вдруг это не получится, посадить его в тюрьму. Это касается уже не конкретно вашего отношения к Алексею, а вас, меня, всех, кто живет в России, потому что нам показывают, что наши законы, Конституция, Уголовный кодекс – это просто бумажки. То есть, получается, новые правила жизни в России – молчи или умри. Так я понимаю? Притом, эти правила, кажется, уже будут действовать всегда, потому что у власти есть все механизмы, она их себе создала для того, чтобы регенерировать себя, не давать свершиться никакой смене. Соответственно, молчать надо пожизненно. Совершенно очевидно, что его преследуют не по каким-то надуманным обвинениям экономического характера, а потому что он политик, который претендует всерьез на власть, потому что он единственный оппозиционер такого масштаба с внятной политической позицией. И Алексей Навальный нам своим примером доказал, что человеческие принципы, человеческое достоинство, честь – все это не пустые слова. Он своей жизнью доказал нам это, вернувшись в пасть дракона, и каждую минуту он может быть убит. И я считаю, что возвращение Навального в Россию – один из самых ярких, смелых и патриотических поступков в России за последние несколько лет. И именно за крутость этого поступка Путин и отправил Навального в тюрьму. Импровизированный суд присудил ему 30 дней заточения, пока этот самый суд будет избирать меры пресечения для него по абсолютно надуманному и высосанному из пальца обвинению. Если сегодня так можно поступить с человеком, которого поддерживает огромное количество людей, и за судьбой которого следит фактически вся страна, то завтра неугодных власти людей, но менее известных или влиятельных, будут закрывать вообще без суда и следствия. И я, и мы как группа требуем скорейшего освобождения Алексея Навального из матросской тишины. Лёш, пока ты жив, пока с тобой рядом твои близкие, пока мы с тобой рядом, я очень надеюсь на то, что ты будешь продолжать то дело, которое ты делаешь.